Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Эка Эмили и сегодня у нас очередной мук-панк. Я наконец-то в отпуске! Поздравьте меня! И теперь будет выходить просто до хрена видео, потому что со вчерашнего дня я в отпуске, соберусь силами и начну вот в полную отдаваться работе. Ой, ютуба! Я люблю дешперя. Здесь у нас еще авокадо. Я его купила дня 4 назад, но он был вообще крепкий. Он у меня будет в качестве хлеба. В общем, со вчерашнего дня я в отпуске. И вчера я сняла 4 видео, бригинди. Потому что отпуск. Люди в отпуске отдыхают, мне наоборот. И мама приехала. Все дополняет. Вчера смотрела интервью Максим. На канале Усобчак. Она очень много интересного всего говорит. Она говорит про то, что когда она была в коме, что она видела и что мир, который после смерти, он наоборот даже более реалистичен, чем мир, в котором мы живем сейчас. Мне настолько интересна эта вся тема. Я начала лазить в ютубе, смотреть другие интервью людей, которые были в коме, и что они рассказывают. А потом там врач дает научное объяснение, потому что видит человек. Это настолько интересно. Посмотрев эти видео, я поняла, что жизнь прекрасна. Я хочу жить. Я боюсь всего этого и всех этих туннелей. И так далее. Или на пластика отменяется. Вообще, если честно, я вам не рассказывала. Но я однажды написала, наверное, неделю назад. Наверное, чуть побольше. У нас боком есть врач, хирург. Лучший просто в городе. Он также ездит в Москву. Там тоже оперирует. В общем, очень хороший специалист. Но он делает безумно дорого. Почти в два раза дороже, чем все остальные врачи. Но я наглядно видела несколько его работ. Это просто ювелирно. Такой маленький носик. Но пипец дорого. Я как-то на бум решила ему написать, что вот я блогер. Не могли бы вы сделать скидку мне. Я вас упомяну в своих влогах, что я его делала у вас. Мы начали с ним общаться, Томасом. Он мне сначала скинул свой прайс-лист. Но я до этого была знакома с его ценами. Я знала. Я просто хотела спросить, сколько у него стоит. Посмотрим, что он скажет. Буквально полгода назад у него нос делала моя знакомая. И это просто такой маленький, миниатюрный, классный носик получился. Она отлично дышит. Вообще он лучший просто. Кто у него не делает, скорее всего, из-за экономии не делают. Ну, в общем, и мое удивление, когда врач мне сказал, авокадо не осталось и ножика нет, чтобы это порезать. В общем, мое удивление, когда врач мне сказал, что может предложить 50% скидку. То есть я могу сделать эту процедуру за полцены. Я так подумала, все, вот теперь держите меня. Вот теперь держите. Мама в то время в деревне была. Позвонила маме. Говорю, мама, я буду делать ренопластику. Она говорит, зачем тыры-пыры? Я говорю, я решила и все. Мама вообще я планировала поставить в курс дела в самом конце. потому что если я решусь, она узнает об этом последнее. Она будет меня отговаривать, говорит, что зачем тебе это надо, у тебя и таки нет никаких проблем, ты потрясающе выглядишь, у тебя классный носик, он маленький, миниатюрный. Ты у меня родилась красоткой. Ну, мама, понятное дело. Потом начала говорить с парнем. Он тоже начал отговаривать. Говорит, что вот, я тебя не буду любить с новым носом, я тебя люблю с этим носом, зачем тебе это надо, не уродуй себя, не надо быть как все, нужно иметь свою индивидуальность. В общем, если честно, вот эти несколько дней, хотя я вам про это не говорила, но я думала, делать нос, не делать. Почему я не говорила? Я просто боялась казаться блаболом, то есть я скажу, а потом я передумаю делать и просто делать из-за того, что я сказала в ютубе, тоже глупо. Ну, в общем, посмотрев интервью Максим, правда она не в наркозе была, а в коме, но все равно это почти одно и то же. Кто-то рассказывает про туннели, кто-то рассказывает про какой-то другой мир. у меня просто есть негативный опыт. Однажды я была под наркозом, не делали операцию. Ну, получается, там наркоз. Я, конечно, не медик, могу ошибаться, но количество наркоза определяют из-за твоего веса. Чем больше вес, тем больше. В общем, то количество наркоза, которое мне полагалось, оказывается, было многовато. Я очень тяжело проснулась и прям врачи занервничали. И вообще еще тогда мне говорили, что не стоит только в крайних случаях наркоз. Во всех остальных случаях лучше делать спинномозговое. потому что я плохо переношу наркоз. Только по медицинским показаниям. Но это было очень давно. Лет, наверное, 15 назад. Ну, я просто вчера начала смотреть видео людей, рассказы, как они говорят про то, как они находились в коме. Кто-то рассказывал про наркоз и так далее. И, в общем, я что-то так очканула. Вчера ночью, где-то до 2 часов ночи, смотрела в ютубе. И просто так повернулась, посмотрела в зеркало. Ну, а что такое? Нос неплохой, волнистый такой, джага-джага. Я поняла, что нос-то неплохой. А что рисковать-то? Я настолько люблю жизнь. Иногда я еду в автобусе, в автобусе, не на такси, в автобусе еду и смотрю на небо. И вот реально, я благодарю Бога. Я говорю, спасибо Бог за все, что ты мне даешь. Вчера и парню говорила, ни из-за чего не стоит расстраиваться. Ноги, руки целы. Слава Богу, деньги пожрать, что-то купить у нас есть. И на том спасибо Бог. Мне для счастья много не надо. Время от времени заказывать одежду Шейн. Покупать себе кое-что. То есть, особо, знаете, яхт, там, не знаю, машин класса люкса, там, не знаю, брендовые одежды. Вот если этого не будет, я не буду чувствовать себя счастливой. У меня абсолютно такого нет. Я радуюсь каждому днем. Хотя, может быть, вы подумаете, что ты сидишь дома. Как ты живешь? Как ты радуешься жизни? В четырех стенах. Ну, блин, счастье для каждого это понятие растяжимое. Для меня счастье сидеть и смотреть ютубчик, лежать на кровати и параллельно оттуда с комода брать роллы и есть. Вот это для меня счастье. Для меня не обязательно активный отдых. Иногда бывает, знаете, активно отдыхаешь и устаешь от этого всего. Была в кусарах и все наши родственники такие, ну что, пойдем, говорит, лес посмотрим, пойдем эти ручьи посмотрим. Я такая, мне в лун. Принесите мне шашлык, ведро, пожалуйста, и бочку компота. Ну, когда хирург мне предложил 50% скидку, это не просто хирург сам мне написал, а я сама выбрала врача лучшего в боку. Прям лучше его нету. И у него пару знакомых моих делали носики. Остались безумно довольны. Я такая сразу подумала, вот это я крутая. Вот это я понимаю. Вот это прелесть блогинга, слушайте. Скидка размером почти в 150 тысяч. Ничего так. Но в любом случае, мне кажется, если вы все-таки решили сделать какую-то операцию, здесь экономить не надо. Нету денег. Потерпите немножко, но идите к хорошему специалисту. Не к какому-то начинающему, там по акции, по скидкам. Не, это не надо. Я поела, наелась. Надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы не пожалеете, поставите лайк.